Наш джип-тур по Оренбургской степи продолжается. Время близилось к обеду, и мы решили заехать в колхозный сад села Прохладное. Там замечательная площадка, недалеко находится пасека, и вот именно там мы решили перекусить. Набрали водички в местном колодце, она была очень вкусная. Мы расположились замечательно, и каждой своими бутербродами, ну у кого что было, все сложили и перекусили. Ну и дальше отправились путешествовать. Нас ждет необыкновенно интересное место, это село Угольное. А пока мы туда едем, посмотрите на красоты Оренбургской степи. Продолжение следует... Мы приехали в село Угольное. Не путайте с Угольным, именно Угольное от слова Угол. Здесь сейчас посмотрим необыкновенной красоты, но полуразрушенный храм. Дальше мы слушали экскурсовода, но ветер был настолько сильный, что были сильные помехи, записать это было невозможно. Поэтому я расскажу вам об этой церкви сама. Возникновение и развитие станицы Угольной напрямую связано с историей соляного промысла, элецкой защитой, а современное название – это город Соль-Элецк. Граница Оренбургского уезда проходила тогда по реке Илег, берег, где расположено село, углом вклинивается в долину реки. Отсюда и название села от слова «Угол». Село Угольное образовано в 1821 году, как станица Богуславская, первого отдела Оренбургского казачьего войска. Первые поселенцы построили 12 землянок, соорудили сараи, конюшни и начали свою работу по охране Соль-Элецкого района. Большинство из них были христианской верой. По выходным и по праздникам на подводах с семьями они ездили в Элецкую защиту, в Воскресенскую церковь. Но им хотелось свою, и они стали обращаться к генерал-губернатору Обручеву с просьбой о выделении денег на постройку храма. Торги на постройку храма выиграл оренбургский купец Николай Деев 4 июля 1855 года. Строилась церковь с мая по сентябрь 1857 года. Строили казаки местные, освобожденные от службы. Для изготовления кирпича использовалась местная глина. Обжиг производили тут же, на месте, в селе, в обжиговых печах. Освещение состоялось 14 октября 1909 года, в день покрова Пресвятой Богородицы. На службу собрались жители окрестных сел. Спустя три года к храму пристроили помещение, позволяющее вести службу при большем количестве прихожан. Вокруг церкви росли деревья, цветы, из камня был выложен бассейн, летом его заполняли водой. На окнах ковные решетки. Служба велась до 1919 года. Революцию казаки не приняли и отчаянно ей сопротивлялись. Во время гражданской войны в церкви был штаб и лазарет и пристанище беглых казаков. Из 25-го разъезда был выслан бронепоезд, чтобы разбомбить станицу угольную. Снаряды пробили колокольню и крышу церкви. Упал колокол. Многие казаки бежали за реку Илек, нас пикфырали землянки, перевезли оставшееся добро, детей, скот. К 21-му году жизнь вошла в определенные рамки, и станица вновь отстраивалась. Первые шаги коллективизации сорвались с тех мест многих жителей. Оставшиеся смирились, начали строить новую жизнь, работала и церковь. Она никому не мешала до 30-х годов. Тогда за ночь местные жители растащили иконы, церковные книги, утварь. Кто-то прятал, боясь Бога, молясь за себя и близких. Кто-то решил поживиться. Большие деревянные иконы перекочевали в избы, служили перегородкой, столом и чем угодно. Церковь стала складом, старушка-магазином, а дом священника-мельницей. Ну, а часовню совсем сожгли. В складе оставались слепные украшения на стенах, плитка на полу. И все это безжалостно растаскивалось и разрушалось. Шли годы. Начала возрождаться вера. И вот в этой разрушенной церкви в 2003 году начали проводить службы. Затем казачий отряд устроил здесь субботник и открылась необыкновенной красоты плитка. Но с тех пор больше ничего не изменилось. К сожалению, не нашелся ни один спонсор для того, чтобы восстановить этот прекрасный храм. Единственное, что сделано, его включили в туристический маршрут Солилецкого района. И вот мы в рамках этого туристического маршрута побывали в этой церкви. Но мы едем дальше. У нас сегодня безумно интересный тур. Наша экспедиция по Оренбургской области продолжается.